Всем привет! Сегодня я буду проводить эксперимент с новым кремом. Эластичный крем, очень вкусный для молдов. Формочки у меня разного размера. И мы будем заливать этим кремом и украшать наши пирожные. Сначала замочим желатин 16 грамм плюс 35 грамм воды. Оставим набухать. Берем 50 грамм сливочного сыра, сахарной пудры 30 грамм, немножко лимонного сока, можно и ванили добавить. И начинаем мешать до однородности. Чтобы получилась мягкая консистенция, вот такая вот. После отправляю 100 грамм сливок. Вот так тоже лопаточкой все хорошо тщательно перемешиваю. Можно взять и венчиком, венчиком хорошенько разбить это все. Чтобы у нас была однородная масса. Далее подогреем желатин и вольем к массе. Беру силиконовую форму. Это 3D форма розы. Самая огромная она у меня. Заливаю и хорошенько постучу, чтобы все у нас равномерно распределилось. И вот эти маленькие у меня тоже формочки, ромашки, тоже вот так заливаю. Обязательно нужно постукивать наши формочки. И этот крем можно подкрашивать любыми пищевыми красителями. Зальем такую красивую форму цветка. Решила я цветным залить. Раньше я делала цветы из мастики. Это очень долгий процесс. Раскатывать. И оно не очень вкусно. А этот вариант очень легкий. И зато эти цветы можно кушать с удовольствием. Они очень вкусные. Вот у меня маленькие цветочки я этим шприцом заливаю для удобства. Попробовала залить в эту форму. Она не эластичная, но ананасы выскакивают оттуда отлично. В этих силиконовых молдах очень хорошо отходят наши цветы. Только берите аккуратненько, по краям сначала отсоединяйте, потом полностью вынимаете цветок. По желанию можно лепесточки слегка покрыть золотым гандурином или серебром. Мне очень нравятся вот эти вот силиконовые формочки. Они легко выходят и красивые цветочки получаются. Можно делать разного цвета. Такой декор можно приготовить заранее. Это очень удобно. Цветы хранить в холодильнике, в закрытом контейнере. Эластичный крем. У нас и цветы получаются очень эластичные. Пока я цветы вынимала из формы, я уже их несколько штук скушала. Потому что они очень вкусные, как конфетки. Посмотрите, какая ромашка симпатичная. А вот наша самая маленькая формочка розочки. Такая маленькая, очень симпатичная. Можно украшать любые десерты. Это тоже такая форма ромашки. Форма мне, конечно, очень много. И в больших, и в маленьких размерах. Вот теперь буду я экспериментировать. Этот крем мне понравился. А это форма малины или клубники. Не очень большого размера. Но вот она такая интересненькая, симпатичная получилась. И я не удержалась и съела ее. А вот это формочка. Это очень красиво. Это можно делать ободочек на каком-нибудь десерте. Вот это самое маленькое мини-мини. И вот вынимаю я розочку с большого молда. Аккуратно нужно вынимать, потому что можно сломать лепесточки. Вот такая получилась симпатичная. Можно лепесточки покрыть золотым кандурином. Вот я так сделала и украшала десерт. Хочу показать, как на десерте смотрятся цветы. Вот такой, как я вам говорила, ободочком можно приклеить вокруг. Вот так вот. Приблизительно так вот будут смотреться наши цветы из такого крема. Лепесточки чуть покрыла гандурином. Вот хочу вам поближе показать, как эластичные лепесточки у вот этой большой розочки. Ну, разве не красиво, друзья? Ну, я вот еще хочу залить вот такой веер. У меня формочка есть. И хочу посмотреть, как же получится. И обязательно постучать, чтобы наш крем распределился равномерно. Я залью только один веер. Посмотреть, как оно будет у меня на выходе. Форму поставлю в холодильник на минут 15. Быстро застывает. И вот смотрите результат. Какой у нас эластичный веер получился. И будет украшением для любого десерта. Я решила покрыть еще серебряным контурином. Выделить вот такие вот прожилки. Вот посмотрите, как оно сверкает красиво. Очень-очень будет празднично смотреться. А это форма для льда розы. И хочу залить. Посмотрим, как будут выходить из этой формы. Она не эластичная. Я залила полностью одно. Остальные я пополовину заливала. Так нормально выходят. Хорошо. Друзья, сегодняшним результатом я довольна. Крем мне очень понравился. Спасибо всем за просмотр. До свидания. До новых встреч.